Одна тысяча извинений за качество видео. Для меня подобный формат в новинку, и всё, что я нашёл, это свою сотку под боком. Комментируйте и критикуйте по полной, чтобы в будущем было меньше ошибок и ляпов с моей стороны. Здравствуй, народ. На связи Хакот, и сегодня у нас довольно-таки необычный выпуск. Давай. Виртуальная реальность. Мой первый опыт с VR был в Москве, когда я ездил туда по личным причинам. И однажды, зайдя в один из торговых центров, я увидел там демонстрацию VR. Там стояло некое кресло и, собственно, сами VR-очки от компании Samsung. Какие точно, я сейчас не скажу, не припомню. Но суть в том, что я обожаю космос и всё, что связано с космосом. И, естественно, демозапись там была как раз-таки связанная с космосом. И вот я сажусь в это кресло, на меня одевают эти VR-очки. И я осматриваюсь, и настолько мощное было погружение, что прям очень сильно верилось в то, что я действительно нахожусь в кабине боевого космолёта. При этом этот космолёт, он начинает совершать разного рода манёвры через астероиды и тому подобное. И кресло, оно как бы поддакивает тому, что я вижу перед глазами. А в финале этот космолёт совершает гиперпрыжок в другую систему, в которой уже базируется огромный флот. И я смотрю, в левую сторону нету конца и края, в правую сторону нету конца и края этим кораблям. И это всё создало такое очень мощное впечатление, приятное, которое до сих пор для меня является довольно ярким воспоминанием. С тех пор прошло примерно около четырёх или пяти лет. И вот, наконец-то у меня появилась возможность получить более долгосрочный опыт в VR. Ну что ж, приступим к распаковке. Так, приступаем к распаковке наших яркостей. Так. То ли стороной я вообще, в принципе, его держу. Так, это пока что хвостик будет там. Тя-дя! Так, первое. Ну, знаете, не могу не отметить всё-таки тот факт, что, да, это будет реклама, но за эту рекламу мне никто не платил. Решил немного сократить этот фрагмент. Речь пойдёт о торговой сети под названием Технодом, в которой ранее я приобретал компьютер. Компьютер мало того, что, если считать по комплектующим, полностью окупал свою стоимость. Так ещё и вдобавок, мне вручили огромный список разных товаров, из которых я мог выбрать бесплатно любой, какой душе угодно. Там было много разнообразных товаров, разного рода телефоны с 28 гигабайтами внутренней памяти, велосипеды и что только там не было. Но один мой очень близкий человек довольно длительное время хотел AirPods, поэтому я решил взять эти AirPods в подарок этому человеку. Но в этот раз Технодом меня просто удивил, чтобы вы понимали, эти очки стоят в районе 125 тысяч рублей, 740 тысяч тенге. Но Технодом начислил мне бонусов почти на 150 тысяч, то есть примерно 25 тысяч рублей. А знаете, какую сумму от стоимости товара можно платить бонусами? 99% от стоимости товара. То есть я могу выбрать любой товар, какой захочу, за бесценок. Нехилый такой подарок. Более того, еще подарили купону скидку в 30% при покупке товара 100 тысяч тенге. Но она, конечно же, не стакается при покупке бонусами. Но все равно Технодом поступает очень красиво. У него девиз «Все делаем с любовью». И знаете, они не лгут. Такая была небольшая отсылочка, потому что, как по мне, эта организация заслуживает того, чтобы они сказали пару добрых слов. Ну что ж, первым, что предстало перед нашим взором, это инструкция. Здесь есть ссылка на приложение, которое нужно скачать. Информация о том, как стоит располагать базовые станции. О них чуть позже расскажу. Ну, я примерно понимаю, где в квартире я буду их размещать. Пока что это уберем. Думаю, это не самое интересное. Для вас самое интересное – это посмотреть на сам VR-шлем. Так. Вот так. Это мы пока что уберем. Опа. Так. Вот он сам VR-шлем. Вот так вот он выглядит с этой стороны. Да, тут сказано, что делать не стоит. И здесь есть камеры, на которых сейчас наклеечки, которые мы уберем. Они нужны для того, чтобы трекать наши руки в VR-пространстве. Насчет рук. Сейчас я вам покажу джойстики, которые, собственно, этими руками у нас и являются. Так. Вот так выглядят эти джойстики. Возьму пока что только один. И получается, когда перед камерами мы двигаем вот этими джойстиками, то наши руки отслеживаются в виртуальном пространстве. Но если вдруг мы возьмем и куда-нибудь там за спину уберем его, или опустим слишком низко, в общем, если этот джойстик исчезнет из поля зрения этих камер, то руки у нас перестанут отслеживаться в виртуальном пространстве. И это проблема. Эту проблему помогут нам устранить как раз-таки те самые базовые станции. Так. Они у нас вот здесь. Вот так они выглядят. У нас их две штуки. То есть мы их устанавливаем в разных местах в комнате таким образом, чтобы все наше пространство было отслеживаемым. И благодаря этому, собственно, мы можем спокойно тянуться за спину за стрелой, допустим, из колчана, и спокойно натягивать ее на тетиву лука. И все будет спокойно работать. Руки никуда не будут пропадать. Вот. Благодаря вот этим вот двум коробочкам. Так. Что-то она у нас тут обратно не лезет. Или я что-то делаю не так. Ага. Вот так. Все. Так же. Здесь у нас хаб своего рода, в который мы подключаем все, что необходимо. И через него мы уже подключаем все к компьютеру. Если я ничего не путаю. Потом, в общем, на деле, мы все это дело проверим. Я это все буду делать за кадром, чтобы вас лишний раз не утомлять. И мы после всех этих работ направимся напрямую в War Thunder. И попробуем посмотреть на кабину самолета, так сказать, воочию. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Есть контакт. Есть. Есть. Прекрасно. Снаряды гораздо больше чувствуешь благодаря себе. Наши спири. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 как будто реально сейчас полетал на боевом самолете времен второй мировой и сбил несколько самолетов это вот больше всего прикалывает ощущение когда вот едет транспорт вот вы сидите в машине и она как бы делать такое противное противную такую остановку при которой вас немножко покачивать вперед вот когда останавливается самолет примерно такое же ощущение было то есть я даже иногда рукой здесь придерживался заранее потому что него что мне сейчас вестибулярный аппарат в жух немножко вперед направит ощущение хоть я и сидел все это время было некое ощущение когда совершаешь маневр ты как бы все равно и мозг немножко имеет расхождение в общем некоторый шаблон на него разрывается потому что он как бы вроде ничего не происходит а все вокруг двигается к этому нужно немножко привыкнуть но в целом ощущение вполне себе нормальное и впереди еще много-много погружений в виртуальную реальность ну что ж до встречи